МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Следи за собой, будь осторожен. Из-за работающего без присмотра электрооборудования в Заречном едва не сгорела квартира. В причинах лесного пожара на мангалах разбираются дознаватели. Где работать мне тогда, чем заниматься? В Заречном для школьников открылся профориентационный фестиваль «Провкомпас 21 век». Участвую в разных мастер-классах, играх. Познают все тонкости каких-то профессий и уже думают, подходят ли эти профессии мне, а что в них интересного. Спасибо, доктор. Одноименную акцию во Всемирный день улыбки для зареченских медиков провели детсадовцы и сотрудники Центра здоровья и досуга. Они все-таки у нас на передовой в течение, можно сказать, всего этого года борются за нашу жизнь и за наше здоровье. И теперь об этих и других новостях подробнее. А начнем с происшествий. В Заречном бдительный житель и многоэтажки помогла избежать беды. От жильцов дома номер один по улице Строителей на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в подъезде ощущается запах сжженной электропроводки. На место происшествия выехало семь единиц пожарной и спецтехники и 15 человек личного состава 22-го спецуправления Федеральной противопожарной службы. В результате поэтажного осмотра квартир на втором этаже пожарные обнаружили слабый запах дыма из закрытой квартиры. Сотрудники МЧС отключили газо- и электроснабжение квартиры и вскрыли металлическую входную дверь. Людей в помещениях не было. На полу кухни пожарные увидели горящий автомобильный аккумулятор, подключенный к зарядному устройству. Возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила один квадратный метр. Огнем поврежден холодильник, зарядное устройство, автомобильный аккумулятор, закопчены стены и потолок помещений. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в сетевом фильтре. И еще один пожар произошел в Заречном, но уже не в жилом доме, а в лесу. Днем 5 октября сотрудники 22-го спецуправления Федеральной противопожарной службы МЧС России, Комбинаты благоустройства и Управление гражданской защиты Заречного тушили возгорание в районе мангалов на улице Ахунской. На место происшествия от всех спецслужб выехали 13 человек на 5 единицах техники. По прибытии они обнаружили горение листвы и сухой травы на площади в 50 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спецслужб города удалось сдержать дальнейшее распространение огня. Имущество, расположенное на территории зоны отдыха, не пострадало. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели, сообщила начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлана Стульникова. Отмечу, что со 2 октября на территории Пензенской области введено временное ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Как уточняется на официальном портале регионального правительства, со 2 по 12 октября приказом Минлесхоза введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области. Запрещается проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать транспорту в лесные массивы. Исключение составляет проезд по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов. Кроме того, запрещено пребывание граждан в лесах за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с этим, сообщает пресс-служба губернатора. И об эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки в России выявили 10 888 случаев COVID-19. Умерли 117 человек, поправился 3 181, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Больше всего новых пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Таким образом, общее число инфицированных в России достигло 1 225 889. Скончалось за все время пандемии почти 21,5 тысячи человек. Вылечились более 982 тысяч. В Пензенской области с 3 по 5 октября выявлено 279 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за весь период – более 11 350. Из них 137 скончались, 9 163 выздоровели. Как уточняется на официальном портале регионального правительства, 111 из 279 новых пациентов с COVID-19 выявлены в Пензе. Остальные в районах области и за Речном. В нашем городе с 3 по 5 октября получены подтверждения по 34 случаям заражения новой коронавирусной инфекцией из числа ранее выявленных. Врачи подчеркивают, что по-прежнему основными мерами профилактики коронавирусной инфекции остается неукоснительное соблюдение противоэпидемических мер – масочный режим, социальное дистанцирование, личная гигиена, самоизоляция людей в возрасте 65 лет и старше. В Заречном усилен контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Специальная межведомственная комиссия будет инспектировать места с массовым пребыванием людей, в частности, торговые объекты. Видим, что население устало, расслабилось, масочный режим не соблюдается, режим социального дистанцирования не соблюдается. В связи с чем, на заседании оперативного штаба города принято решение, что возобновляется проведение рейдовых проверок комиссионных, место общего пользования, это имеется в виду магазины в основном, конечно, по соблюдению масочного режима. То есть будут проводиться рейды, также требуется как от продавцов, так и от покупателей, с тем, чтобы все соблюдали масочный режим. Основные меры профилактики коронавирусной инфекции остаются все те же. То есть для нас, для каждого жителя, во-первых, это избегать мест массового скопления людей, поменьше по возможности пользоваться общественным транспортом, соблюдение масочного режима обязательно при посещении магазина, при посещении аптеки, еще каких-то таких мест, где много народу, социальное дистанцирование, обработка рук, дезинфекции. То есть эти меры также основные и основополагающие, они остаются в селе. И к другим темам. 5 октября зареченские педагоги принимали поздравления с профессиональным праздником. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой торжественная церемония прошла в формате онлайн. Интернет-платформа позволила объединиться всем, кто непосредственно причастен к дню учителя, а также тем, кто хотел поздравить педагогов. Общение в таком формате позволило провести торжественную часть без лишнего пафоса, по-домашнему тепло, хотя большинство участников включались в трансляцию прямо с рабочих мест. В ходе онлайн-конференции лучшие представители городской системы образования были отмечены региональными и муниципальными наградами. Но, пожалуй, самым главным подарком стали слова благодарности от тех, кому учителя каждый день отдают частичку своего сердца. К своим преподавателям с экранов мониторов обратились школьники. Собрать бы все цветы на свете и вам сегодня подарить Днем Учителя! Спасибо, учитель! Всемирный день учителя отмечает 5 октября работники сферы образования более ста государств. Российских учителей с профессиональным праздником поздравил президент Владимир Путин, отметив, что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда останутся в сердце каждого, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля. В опубликованной телеграмме глава государства пожелал учителям успехов и осуществления намеченных планов, а также выразил уверенность, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию. С профессиональным праздником российских учителей поздравил также премьер-министр Михаил Мишустин, а пензенских педагогов губернатор Иван Белозерцев. Поздравление в адрес работников и ветеранов системы образования Заречного опубликовал на своей страничке во Вконтакте глава города Олег Климанов. Он отметил, что в Заречном работают лучшие педагоги, идущие в ногу со временем. Конец прошлого учебного года доказал, насколько быстро они могут ориентироваться в сложной ситуации и насколько профессионально могут вести уроки в любом формате. Даже на дистанционном обучении учителя Заречного подготовили выпускников таким образом, чтобы они все успешно сдали ЕГЭ. Глава Заречного поблагодарил преподавателей за преданность своему делу и пожелал им любознательных и благодарных учеников благополучия во всем и крепкого здоровья. О том, как встречает свой профессиональный праздник работники городской системы образования в условиях пандемии, мы сегодня поговорим с начальником Департамента образования Заречного Еленой Аникиной. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Кем быть? Ответ на этот вопрос зареченским школьникам помогает найти городской центр образования и профессиональной ориентации. С началом учебного года в центре стартует профориентационный фестиваль «Профкомпас 21 век». В его рамках ребята, от детсадовцев до старшеклассников, знакомятся с различными направлениями профессиональной деятельности, изучают существующие специальности, стараются определить круг своих интересов и предпочтений. Новый, уже четвертый сезон фестиваля открыла профориентационная игра для учащихся третьих и четвертых классов «Секреты профессий», рассказывает Светлана Теплухина. Волосы, когда они сильно густые, благодаря этим расческам можно создать объем, который в дальнейшем будет дольше держаться. С тонкостями парикмахерского искусства знакомятся ученики третьих и четвертых классов. Салон красоты – одна из семи мастерских, открывшихся в Центре образования и профессиональной ориентации в рамках игры «Секреты профессий». Выполняя различные задания, знакомятся с различными профессиями, пробуют себя, участвуют в разных мастер-классах, играх, познают все тонкости каких-то профессий и уже думают, подходят ли эти профессии мне, а что в них интересного. То есть мы воспитываем их профессиональный интерес. Сосредоточенные лица, возгласы удивления, радость от успешно выполненного задания. На площадке Центра молодежного и инновационного творчества младшеклассники погружаются в мир мультимедийных технологий и знакомятся с профессией аниматора. У нас техническая направленность, мы преподаем 3D-моделирование, векторная компьютерная графика, робототехнику и мир мультимедийных технологий. Они создают анимацию, анимируем мы сегодня кошек, которые бегают по полянке. От компьютеров к ручным инструментам. В лаборатории профессиональных проб мальчишки и девчонки осваивают азы столярного дела. Можно? Нужно. Мне просто ступалец просто. О, Господи! О, Господи! Что я сделаю? Сделали ребята все вместе вот такую стильную корзинку. А самое главное, поняли, как это интересно – мастерить что-то своими руками. После выполнения практических заданий школьники приступили к интеллектуальным. Кроссворды, ребусы, сканворды – все вопросы головоломок относились к теме выбора профессии. По итогам профориентационной игры третье место заняла команда гимназии 216 дидакт. Серебряную награду разделили ребята из 225-й школы и лицеисты, а лучшей стала сборная 226-й школы. Эти результаты пойдут в зачет фестиваля «Профкомпас 21 век». На сайте Центра образования и профориентации у нас есть вкладка «Профкомпас 21 век», где выкладываются все эти результаты, потом они суммируются, и в конце года учреждения, которые более активно участвуют в нашем фестивале, получают главный приз. Городской профориентационный фестиваль для детей и молодежи «Профкомпас 21 век» проводится в Заречном уже в четвертый раз. В его рамках традиционно организуются состязания для ребят разных возрастов, от детсадовцев до старшеклассников. Юным зареченцам предстоит изучить семейные древопрофессии, пройти профессиональные пробы, поучаствовать в конкурсах технического творчества и профмастерства. Профориентационный марафон продлится в течение всего учебного года. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И важные информации по социальным выплатам. Срок оформления карты национальной платежной системы «Мир» для получателей пенсии и других социальных выплат продлен до 31 декабря 2020 года. Напомню, что оформить ее надо тем, кто получает пенсию или пособие путем зачисления средств на банковские карты. Если при оформлении карты «Мир» будут изменены реквизиты, то об этом нужно сообщить в управление пенсионного фонда. Сделать это можно, обратившись в многофункциональный центр «Заречного», в личном кабинете на сайте пенсионного фонда или посетив клиентскую службу зареченского отделения. Для этого необходимо записаться на прием по телефону 62080. По поводу тех выплат, когда перечисляют пенсию и иные социальные выплаты на счет в банке, но в данном счете не предусмотрен выпуск карты. В данном случае никаких изменений нет. Изменений не коснутся и тех пенсионеров, которые получают пенсии и иные социальные выплаты путем с доставкой на дом через почтовое отделение. Зареченские малыши поблагодарили медицинских работников за их труд. При помощи сотрудников городского центра здоровья и досуга воспитанники 7-го и 17-го детских садов подготовили акцию «Спасибо, доктор!», а приурочили ее ко всемирному дню улыбки, что сделало подарок детей особенно трогательным. «Всему миру проходит международная неделя сердца, а сегодня еще замечательный день улыбки. И мы решили провести такую акцию для всех докторов и сказать от всего сердца день сердца, день улыбки. Спасибо! И пожелать вам здоровья, счастья, как можно больше поводов для улыбки». В подразделении медико-санитарной части 59 с необычным визитом пожаловали сотрудники центра здоровья и досуга. Они организовали и провели акцию «Спасибо, доктор!». Подарки для зареченских врачей сделали воспитанники 7-го и 17-го детских садов. На занятиях они готовили поделки, рисунки и аппликации для сотрудников медсанчасти. Праздничную программу подготовили специалисты центра здоровья и досуга. Врачам они адресовали теплые слова и трогательные поздравления. Во время акции организаторы побывали в городской поликлинике женской консультации в перинатальном центре. Теперь кабинеты врачей украшают детские работы. И о спорте. Зареченские лыжники не просто уже приступили к тренировкам, но и открыли соревновательный сезон. Пока до устойчивого снежного покрова еще далеко, спортсмены тренируются и выступают на лыжероллерах. Семь воспитанников отделения лыжных гонок комплексной спортивной школы Олимпийского резерва представили наш город на первенстве и чемпионате Пензенской области по лыжероллерам и кроссу среди лыжников-гонщиков. В соревнованиях объединили спортсменов из Пензенского, Кузнецкого, Белинского, Каменского и других районов. В забегах приняли участие 335 человек. Трассы для лыжников были организованы в технопарке Отвель в селе Кижеватого и в областном центре на стадионе Снежинка. Для зареченцев наиболее успешными стали старты в рамках регионального чемпионата по лыжероллерам. Среди мужчин в своей возрастной категории серебряную награду завоевал Павел Ермаков. Самый необычный день учителя. Как в условиях пандемии встречают свой профессиональный праздник зареченские педагоги? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Рекорд России. Как прошла праздничная перекличка городов Росатова. Атоммаш отгрузил корпус реактора для турецкой АЭС АККОЮ. Дрон-тепловизор запустили на сибирском химическом комбинате. Смотрите в среду в 20.00. Жилой комплекс Грин Парк. Это европейское качество по-российски. Звони. Подробности по телефону 231-001. Медицинский центр «Губернский доктор» предлагает своим пациентам лечение и диагностику всех систем и органов. Эндоскопические исследования проводятся на современном японском оборудовании фирмы «Пентекс», которая формирует изображение в формате высокой четкости. Это позволяет диагностировать предраковое и предъязвенное состояние с гораздо большей долей вероятности. Кроме того, имеется возможность взять биопсию. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Хладнокровно режем цены на все кожаные изделия. Скидки до 50%. Только с 8 по 18 октября. Лале Антилоп. Редактор субтитров А.Семкин Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник департамента образования города Заречного Елена Аникина. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Ну и прежде чем мы начнем с вами диалог, позвольте мне поздравить вас и в вашем лице всю педагогическую общественность Заречного с праздником, со всемирным Днем Учителя. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Спасибо, нам очень приятно. Елена Васильевна, ну а теперь уже начнем о работе. Праздник праздником, но сегодня у вас день не выходной. Сегодня вы все на работе, хотя и профессиональный праздник отмечаете. А встречаете вы этот День Учителя, 5 октября 2020 года, ну, наверное, впервые за всю историю существования педагогики здесь, в нашем городе, за всю историю существования, наверное, вообще мира. Мы встречаем ее в условиях коронавирусной инфекции. Да. Давайте вот начнем, наверное, с того, что, конечно же, больше всего на сегодняшний день волнует и педагогов, и родителей, и учеников. Это какова ситуация сейчас у нас в школах, в детских садах, в учреждениях дополнительного образования? Что на сегодняшний день? Ну, в детских садах у нас чуть меньше двух тысяч детей. Сейчас обычно их три с половиной тысячи, то есть достаточно большое количество родителей приняло решение поддержать детишек дома, что, на мой взгляд, оправданно и верно. У нас девять групп детских садов сейчас на карантине. По заболевшим коронавирусной инфекцией детки сидят дома, этот период карантинный нужно выдержать, поэтому, слава богу, что самочувствие у всех удовлетворительное. Мы рассчитываем на то, что они поправятся и снова вернутся в детский сад. Четыре класса на сегодняшний день находятся на карантине. Это в каких школах? 220-й, 226-й и в гимназии 216-й дедакт. Мы рассчитываем на то, что все будет благополучно и все поправятся. Детки, находящиеся на карантине в школах, получают обучение в дистанционном режиме. То есть они не прохлаждаются там, если, конечно, только не на больничном находятся. Они занимаются, учатся, педагоги с ними встречаются онлайн, поэтому все в порядке. Но ситуация с начала года несколько ухудшилась, насколько я понимаю, так же, как и во всей стране и во всем мире? Ну, я не могу сказать, что она ухудшилась очень серьезно. Вот у нас где-то вот 4 класса, вот так вот одни выходят, ребята другие уходят на карантин. Они вот так у нас по-прежнему и сидят. Но коллеги предпринимают титанические усилия во всех учреждениях по соблюдению режима и социального дистанцирования, потому что у нас расписания разведены, и это здорово помогает. Прием пищи в столовых разведен, буфеты работают только на горячее питание, чтобы исключить очередь. Рециркуляторы закупаются. Ну и много-много-много всего проводится для того, чтобы снизить риск заражения. В учреждениях дополнительного образования дети занимаются, но с сегодняшнего дня мы, дабы не искушать судьбу, просим педагогов дополнительного образования вести занятия в масках. В школах, в детских садах масочный режим пока не вводится? Или все так же, как вы говорили, что по желанию ученика? По желанию ученика и законного представителя ребенок может использовать как маску, так и перчатки. Это не возбраняется, но обязательного масочного режима нет, если только речь не идет об индивидуальной работе педагога с учеником. Когда мы сидим рядом с вами за партой и что-то педагог ученику объясняет, тогда необходимо использовать маску. И я задаю вам тот же вопрос, который задавал, по-моему, две или три недели назад, когда мы с вами встречались. Нет ли пока прогнозов, потому что мы все видим, какова ситуация по стране, в частности. И мы видим, что в ряде регионов школы закрывают полностью на карантин. Нет ли пока предпосылок к тому, чтобы здесь, за речным, перевозить всех на дистанционное обучение? Однозначно нет. Более того, на сегодняшний момент исключена возможность досрочных осенних каникул, о чем тоже говорится. Мы уходим в конце октября на каникулы, как и было запланировано. Я очень благодарна нашим санитарным врачам, с которыми мы на постоянной связи. Они нам дают оперативную информацию, очень быстро реагируют, если мы должны вывести классный коллектив с образовательного процесса на дистанционку. Поэтому ни о каком уходе всеми образовательными организациями на дистанционку речь не идет. Мы грамотно организовываем образовательный процесс в сегодняшних условиях. И, как вы сказали, никаких досрочных и продленных каникул не предусмотрено? Нет, не предусмотрено. Ну что ж, большое спасибо за первую часть нашей встречи. Это та тема, которая всех волнует. Ну а сейчас давайте поговорим еще об одной теме, которая волнует точно так же всех. Это система образования заречного на сегодняшнем этапе. Вот скажите, пожалуйста, как встретили вот этот вот учебный год, новый учебный год? Много ли новых педагогов? Да, у нас в этом году много педагогов. Мы гордимся. Если я не ошибаюсь, 16 человек к нам пришло. Молодежи, это и воспитатели детских садов, это узкие специалисты, психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи. Это учителя различные предметники, учителя начальных классов. Мы несказанно им рады и гордимся тем, что система образования города Заречного, первая, полностью комплектована педагогическими кадрами, и вторая, достаточно молода. Потому как вот по разговору со своими коллегами все сокрушаются, что старая гвардия уходит, а молодежь не слишком настроена на то, чтобы работать в образовательных организациях. У нас этого нет. Более того, на этой неделе у нас откроется молодежный форум. Мы будем работать со всеми молодыми педагогами не только нашего города и нашего региона, но и всех городов присутствия госкорпорации. Это еще один вклад в системную работу с молодежью, которую мы проводим в рамках школы молодого педагога и других мероприятий. Поэтому мы гордимся своими педагогами и очень рады новому вливанию. Елена Васильевна, вы упомянули о школе молодого педагога. Вот буквально несколько слов. То есть у учителей, у молодых педагогов начался тоже новый учебный год. Конечно. В школе молодого педагога. Вот насколько эта форма работы, которая, насколько я знаю, присутствует только у нас в Заречном, насколько она действительно эффективна? Она очень оправдана. Потому как, когда я помню, как я пришла в школу работать, мне было безумно страшно. Раз. Во-вторых, бывают вопросы, на которые самостоятельный педагог не сможет найти ответ, а спросить. Он стесняется, боится. Ну, по ряду причин. Опять не хочется показаться неквалифицированным. Все мы это понимаем по-человечески. А когда собирается такое сообщество, и мы приглашаем экспертов по разным направлениям с молодежью заниматься. Во-первых, ребята между собой более сплоченные. А это будущее нашей педагогической элиты. Мы этому очень рады. А во-вторых, они все вопросы коллективно обсуждают и снимают. Это очень полезно, очень важно. Неслучайно школа молодого педагога считается лучшей муниципальной практикой в городах присутствия госкорпорации. Лучшая муниципальная практика. Это замечательно. Но это не только успех первый в этом году. У нас еще в системе образования есть еще учебный год. Казалось бы, только начался. Но уже целый ряд успехов. В частности, учитель года. Да. Мы в этом году направили для участия в областном этапе всероссийского конкурса учитель года Илью Валерьевичу Мурлеву. Это учитель истории школы номер 221. И мы им очень гордимся. Все педагогическое сообщество уверено в том, что Илья Валерьевич не просто призер. Он победитель. Человек, который горит своим делом, занимается тем, что он любит и зажигает других. На его уроках плакали и большие и маленькие. Его внеурочное занятие растрогало души даже самых серьезных представителей и жюри. Потому что невозможно быть равнодушным к тому, что делает поисковик, занимающийся Великой Отечественной войной серьезно всю свою жизнь. Имея несказанный опыт того, что он делает. Мы им гордимся безмерно. И очень жалеем, что в этом году в Волгограде, в год 75-летия Победы, наш историк не будет представлять Пензенскую область. Но я думаю, что у Ильи Валерьевича еще все впереди, потому что он неоднократно уже становился призером всевозможных конкурсов. Мы абсолютно в этом уверены. И желаем ему более серьезных побед. У него все для этого есть. Все есть. Елена Васильевна, в завершении буквально несколько слов о тех проектах, которые существуют сейчас в Заречном. Вот о школе молодого педагога мы поговорили. Работает ли школа Росатома? Работают ли другие какие-то проекты в связи с тем, что вот такая вот ситуация эпидемиологическая? Конечно, работает. И мы с вами уже говорили в этом году о том, что мы выиграли три мероприятия, системных мероприятия в рамках проекта школы Росатома. И несмотря на то, что сейчас мы все находимся вот в таком особом режиме, мы все эти мероприятия проводим. У нас стартовал конкурс педагогических команд. Огромное количество команд, огромное количество городов, присутствие госкорпорации вступили в бой. И сейчас они находятся в рамках подготовки и материалов для отборочного этапа. И это беспрецедентный будет конкурс. Кстати, конкурс педагогических команд изначально был нашим муниципальным конкурсом и стал лучшей муниципальной практикой тоже. И вот сейчас мы его транслируем, награда присутствия госкорпорации, мы этим очень гордимся. У нас будет Атом Медиа. Это то, что раньше было Атом ТВ. Мы разрослись, богатили, сейчас тоже идут отборочные, ребята присылают ролики. 29-30 октября у нас будет финал. И запускается конкурс семейных команд. Это третье мероприятие. Положение об этом мероприятии уже размещено на сайте проекта школы Росатома. Мы также ждем заявок от семейных команд. Какие-то мероприятия интересные, там и сады, и школы участвуют. Ну, в общем-то, до Нового года нам будет чем заняться. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация позволит вам и нам вместе с вами реализовать все проекты и все задумки, которые существуют. Но мир меняется буквально ежедневно, поэтому мы поживем и увидим. Еще раз большое спасибо за участие в нашей программе. И огромное вам поздравление и слава и благодарность от всех за ваш поистине титанический труд. Спасибо большое. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до встречи на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!